Молниеносное поражение легких при отсутствии симптомов. Столь нетипичное течение коронавирусной инфекции фиксируют каргандинские медики. Сейчас в стационарах области от COVID-19 лечатся больше 400 человек. Марина Золотарева побывала в инфекционном госпитале. Вольня часто умирает от острой дыхательной недостатки и от термоэмболия. Доктор Джамаледдинов не покидает инфекционный госпиталь уже месяц. Именно столько длится врачебная вахта. Если раньше COVID-19 проявлялся высокой температурой, кашлем и одышкой, то сегодня каждый второй пациент понимает, что заболел, когда не чувствует запахов, говорит врач. Больной поступает к нам, в никакой клинике жалобы не предъявляет. Только на этой картине видно, что у нее имеется объем поражения 10-15. Через день состояние больного резко ухудшается. Резко идет на расстояние процентов объема поражения легких 70-90%. Хотя при этом больной себя чувствует нормально, одышки бывает нет. Именно поэтому многие пациенты попадают к врачам слишком поздно. В этом госпитале лежат только тяжелые больные. Двоено искусственной вентиляции легких. Госпиталь рассчитан на 100 человек. Сейчас он заполнен наполовину. Медики практически вытаскивают с того света больных с поражением легких больше 60%. Как положили нас в реанимацию, сразу взяли за нас оперативную. Мы поехали отдыхать в санаторий в Алма-Ату. И вот там заболели. Первый заболел, начал кашлять. Я стала за ним ухаживать. Ухаживала и сама заболела. И температура у меня подскочила до 38-9. Процентов поражения было 85. Сейчас чувствуем нормально. Правда, с аппетитом не очень, но мы просто много принимали антибиотиков. Напомню, по эпид-показателям Каргандинская область в желтой зоне опасности. С начала пандемии число заболевших COVID-19 приблизилось к 13 тысячам. Коечный фонд заполнен на 9,5%. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Аслан Демизбаев, Каргандинская область, Хабар-24.